Добрый вечер, это новости Прима. В студии Анастасия Цыганова. Сейчас коротко о главных событиях дня. Учителя и директор школы ополчились против цветных волос четвероклассницы. Ей сказали, что она выглядит как Фиона из Шерека. Где есть норма поведения, что говорит устав школы и как мать борется за права своего ребенка на самовыражение. Родители в Хакасии делят деньги убитого на спецоперации сына. Это машина, заработанная моим сыном. Как семейная трагедия превратилась в судебные разборки. В эфире телеканала Прима. Сегодня специальный репортаж Алексея Кривогорницына о застройке территорий комбайнового завода. Вместо современного нового центра там может появиться огромный жилой комплекс с 25 этажками. Красноярские врачи впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза. Как получить квоту на бесплатное лечение? Зимнее дизельное топливо появилось на красноярских АЗС, но цена на него 66,5 рублей за литр. Это сразу на 3 рубля дороже летнего. Кроме того, в четвертый раз за два месяца подорожал и бензин. Речь о премиальной сотой марке. В конце августа на КНП его стоимость выросла сразу на 3 рубля 50 копеек. Сейчас еще на 2 рубля. Итого 66. На Газпроме накануне также поменяли ценники. Теперь АИ-100 обойдется там в 62 рубля 40 копеек. Эксперт топливного рынка Михаил Кичайкин в интервью нашим коллегам с радио «Красноярск. Главный» заявил, что сейчас в предпосылах для роста цен на высокооктановый бензин нет. Есть такой момент, что это, скажем так, штучный товар. Его потребление очень низкое. И объемы заходят в город и в край по сравнению с остальными видами нефтепродуктов крайне малые. Соответственно, вполне может быть, что сейчас только пришли партии бензина, закупленные еще в сентябре по высоким ценам. Возможно, с этим связано повышение на отдельных сетях. Учителя и директор Красноярской школы настоятельно рекомендуют четверокласснице перекрасить цветные волосы. История, будто из советского пионерского прошлого, казалось, в современном обществе, где самовыражение только приветствуется, едва ли такое возможно. Как мать борется за права своего ребенка и какие методы используют педагоги в сюжете Алены Крашенинниковой. Сказали, что она выглядит как Фиона из Шрека. Анна рассказывает, как учителя второй гимназии сравнивали ее дочь с мультяшным монстром, подружкой Шрека. Так четвероклассницу педагоги якобы уговаривали перекрасить волосы. Мама говорит, дочь еще летом захотела цветные пряди, бирюзовые. Это сейчас в моде среди детей от малышей до подростков. Когда девочка пришла в школу, начались проблемы. На проходной ее якобы грозились не пускать на уроки. В класс приходили проверки, показательно вызывали к доске. Завуч, по словам мамы, заявила, из-за девочки классную могут лишить премии. Разбираться в школу мать пошла, предварительно выкрасив волосы в синий. Я знала, что, скорее всего, если я не приду синим цветом, мне скажут, а вы бы сами выкрасились в этот цвет волос? Разговор начался не с того, что у вас ребенок с голубыми волосами, а начался с того, что ребенок, оказывается, себя плохо ведет. Программу не тянет, устный счет не знает. Я говорю, как это так? Тянуло-тянуло, и вдруг не тянет. По словам Анны, главный аргумент директора на цветные волосы, что мама, что дочери, неприятно смотреть. Уходить из школы даже после такого унижения женщина не хочет, говорит. Гимназия – одна из лучших языковых в городе, и там учились четыре поколения ее семьи. Мне директор прямым текстом сказала, что если вы не перекраситесь, то мы будем действовать другими методами. Я сказала, какими? Я вам пока говорить не буду. Но мы не всех возьмем в пятый класс. Встретить директора нам удалось на крыльце гимназии. Ирина Геннадьевна уверяет, претензии к ученице не связаны с цветом ее волос. Вопросы якобы есть к успеваемости ребенка, а просьбы перекраситься, по ее словам, носили исключительно рекомендательный характер и озвучивались только маме. Ну, это все равно эпатажность. Черные ногти, синие волосы в четвертом классе. Когда ребенок в девятом, ну, речи нет, самовыражайся, да? Ну, здесь же это мамина позиция, это не ребенка. А вы считаете, что это мамина позиция? Ну, я не считаю. Мама об этом сказала. Ребенок должен осваивать образовательную программу. Не ниже тройки, правильно? Ну, если ребенка спрашивают, он не знает элементарных вещей. Никто же в этом не виноват. Или ей никто не сказал, что мы тебя в школу не пустим. Или ты из класса выйди. Нет, конечно, абсолютно нет. Психолог Анастасия Петрусева уверена, цветные волосы не определяют ценности, гендер или уровень образованности. Она сама мама двух мальчишек с яркими волосами. Их желанию не препятствовала, потому что знает, проявление самовыражения – важная часть становления ребенка. И подавлять такие желания нельзя. Это позволяет родителям установить теплые отношения с детьми, а ребенку чувствовать себя увереннее. Я точно знаю, что это никак не влияет на учебный процесс. Взрослым главное определить границы этому самовыражения. Показать, где это можно делать и где это будет уместно и приемлемо. Все-таки есть правила и этикет. Мальчики остаются мальчиками, мужчины остаются мужчинами, даже если у них вдруг на голове синие волосы. Управление образования сегодня пояснили. В законе об образовании нет пункта о том, что в школах нужен исключительно натуральный цвет волос. В том числе и во второй гимназии. Так что ребенок ничего не нарушил. Специалисты запросили пояснение руководства школы. Начать же проверку они смогут только после заявления мамы. Алена Крашенинникова, Степан Майер и Андрей Ткачук. Новости Прима. Возмутительная по своему развитию история происходит в соседней Хакасии. Здесь разразилась громкая тяжба за наследство и выплаты за погибшего в зоне специальной военной операции солдата. Права на имущество и деньги оспаривают и мать, и отец, который давно не живет с семьей. Скандал вылился в публичное пространство и теперь стал темой для чужих разговоров. Наши коллеги из программы «Нота Бена Абакан» выслушали противостоящих. Ой, сыночек, бьюсь память о тебе с твоим биологическим папашей. Не зря ты нам приснился и сказал, что будет громко. Будет громко. Вот оно и громко. Вы все там видите на небесах, что происходит здесь, на нашей этой грешной земле. Теперь слова о семейной тяжбе звучат даже на могиле солдата. То ли от шока из-за гибели сына полгода назад, то ли от возмущения и несправедливости. Но Наталья Олейникова все свои силы направила на борьбу с бывшим мужем, отцом ее погибшего ребенка. Ему просто надо напакостить мне в душу и забрать вот эту часть вот этой автомобиля. Он на нее претендует, на наследство хочет вступать. А это память о моем сыне. Он при гибели, перед тем, как, видимо, чувствовал, что погибнет, и позвонил и сказал, сохраните машину, сохраните. Богдану в этом году должно было исполниться 27. Он служил в Сирии, участвовал в специальной военной операции на Украине. В отпуск приезжал в родное село Усть-Абакан. Но этим летом из очередной командировки не вернулся. Погиб на Донбассе, рассказывает Наталья Олейникова. По ее словам, после того, как стало известно о смерти сына и полагающихся выплатах, и объявился его биологический отец, с которым она не живет уже больше 20 лет. И в воспитании сына он не участвовал. Он уплатил алименты по копейке, но платил. Разве я думала, что получится так, что мой сынок погибнет, и что от этого гражданина я жалела, что не лишил его родительских прав. Я бы там не занос была молодая. Государство уже выплатило первые 5 миллионов за погибшего солдата. Эту сумму мать и отец поделили пополам. Теперь, по словам Натальи Олейниковой, бывший муж хочет отсудить у нее часть наследства сына и право на остальные выплаты. Сейчас она судится за то, чтобы мужчину лишили права на получение страховой суммы и признали ответчика недостойным наследником. Пусть он эти 2,5 миллиона получит себе, компенсирует алименты, чтобы больше он выплат не получал. И машина осталась в память мне, а не ему. За что ему? За что? Бывший муж Натальи, несмотря на многочисленные обращения, избегает общения со СМИ. Но его законный представитель в суде прокомментировал позицию. Рассматривая эти два дела как один сложный спор, все-таки, наверное, все эти иски не обоснованы. Это наше мнение. Чем кончится эта история? Большой вопрос. Обе противоборствующие стороны, похоже, готовы биться до конца. Алексей Кривогорницин при содействии медиахолдинга Юг-Сибири. Дороги Красноярска начали обрабатывать от гололеда, сообщает в управлении дорог и благоустройства. Реагенты, на которые жаловались горожане, применять не планируются. В этом сезоне будут использовать соль, песчано-щебеночную и песчано-солевую смеси. Больше всего льда сейчас на загородных трассах и на мостах. Они быстрее промерзают, говорят специалисты. Первыми начинают обрабатывать места с плохой видимостью, крутые склоны, перекрестки и выделенки для автобусов. В случае внезапного снегопада на уборку улиц выйдет больше половины автопарка. Это около 130 машин. А сейчас еще несколько коротких новостей от красноярских интернет-изданий. В Покровке на Чернышевского неизвестные избили 16-летнего парня возле детской площадки. Делом занялась полиция, туда обратилась мать потерпевшего. По словам мальчика, он шел по тротуару, сзади его догнали двое более взрослых парней, завязался разговор, а потом и драка. Никто из прохожих вмешиваться в конфликт не стал. Полицейские отправили подростка на медэкспертизу, нападавших ищут. 83-й автобус теперь будет ходить в два раза чаще. С начала месяца на этот маршрут вышел новый перевозчик. Он выпустил на линию 10 автобусов вместо 5. Теперь в час пик 83-й будет ходить каждые 17 минут. Это автобусы марок Лиас и Нифас. Они отвечают необходимым требованиям безопасности и экологическим классам. Сегодня с 10 часов вечера будет закрыта платная парковка на площади Мира возле БКЗ. В Красгорпарке рассказали, это сделано из-за мероприятия, которое будет проходить в Краевой филармонии. Стоянка возобновит работу завтра с 7 вечера. Двое тувинцев хотели продать в Красноярске 2 килограмма наркотиков. Растительные вещества привезли из соседней республики. Обменять товар на деньги планировали на парковке около торгового центра планета. О сделке узнали сотрудники ФСБ по краю и задержали наркоторговцев. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На северном шоссе водитель крузера оторвал себе бампер, когда пошел на обгон. Владелец внедорожника хотел объехать КамАЗ слева, но не успел. Дорога начала сужаться, водитель щемится обратно. В итоге он чуть не разбил свое и зацепил чужое авто. Предварительно грузовик сильных повреждений не получил. В Красноярске из-за теплой погоды позже обычного начали плановую обрезку деревьев, так как растения долго не хотели впадать в зимний анабиоз. Накануне на улице Карла Маркса прошла формовочная обрезка. Сезон укорачивания ветвей продлится до середины апреля. В эфире новостей Прима. Сегодня специальный репортаж Алексея Кривогорницына о застройке. Территорий комбайнового завода. Там мог бы появиться новый современный центр Красноярска, а вместо этого туда хотят втиснуть полтора десятка огромных многоэтажек. Смотрите сразу после короткой рекламы. Общественники жалуются на планы агрессивной застройки территории бывшего завода комбайнов. Строительная компания «Сибиряк» собирается на этом участке возвести больше 15 домов высотой до 25 этажей. Урбанисты такие районы называют «человинниками». По их мнению, предстоящая массированная застройка может стать одной из самых крупных здравостроительных ошибок в истории Красноярска и принесет городу неразрешимые проблемы, начиная от пробок, заканчивая ухудшением экологии. Левый берег – территория бывшего Красноярского завода комбайнов. Центр, где красиво и удобно. Енисей с одной стороны, старые улицы с другой. Микрорайон с комфортным пространством. Парковки, остановки, городская электричка, магазины – все под рукой. Новые дома на Баградо – словно красивый фасад микрорайона. И образец, как должно быть. Пока же большая часть территории ограждена бетонным забором. За ним запустение и старые промкорпуса. Где-то шумит дорожная техника. Кажется, что это очередной комбайн готовят к битве за урожай. И богатая жатва действительно начнется скоро, но не в полях, а по периметру завода. Здесь, на своих 70 гектарах земли, стройкомпания «Сибиряк» после того, как покончит с тяжелым наследием машиностроения и зачистит участок, развернется на всю. О планах застройки еще летом в интервью нашей телекомпании рассказал гендиректор «Сибиряка» Владимир Егоров. Сколько это домов примерно? 16, наверное. 16. А этажность? 16 до 25 гектаров. Боятся, что будет нечто что-то белых роз. Что может помогать? Не, не будет такого. Такого не будет. И территория тянется, получается, до дерева? Почти до моста. До самого моста. До больницы. Больница в том числе входит. ЛЭП это будем выносить. Здесь будет современный, я бы не сказал микрорайон, целый район, потому что здесь почти 960 тысяч жилья будет, не считая всяких, в том числе там, офисное помещение. Макет будущего микрорайона, который «Сибиряк» публично демонстрировал потенциальным покупателям, нагляднее некуда. То, во что превратился изначально хороший, разработанный хорошими архитекторами проект достройки комбайнового завода, это, конечно, просто ужас. То есть вместо одного из лучших районов, который мог появиться в нашем городе, ну, проект полностью изменился и превратился просто в какие-то абсолютно ужасные человейники. Я не знаю, с чем это сравнить. Это даже, ну, не уровень тихих зорь или белых роз. Интересно, что перспектива появления очередного человейника в центре, кажется, ничуть не обеспокоила ни городских чиновников, ни краевые власти, ни сообщества архитекторов. Никто из них публично не высказался. То, что нет никакого обсуждения, то, что вот в прямом смысле идет повторение какой-то истории с белыми розами, это вот как раз очень тревожный звонок. Пока полным ходом идет стройка сибиряка, и проблемы вроде не видно, раздаются лишь одиночные голоса. Вот депутат горсовета Вячеслав Дюков пишет в соцсетях. В Красноярске сложно найти более значимую, более представительную территорию для современной застройки, чем бывшие комбайновые заводы и его окрестности. Центр города, протяженная линия берега Енисея в три километра, которая могла бы быть сформирована, дающим незабываемые впечатления силуэтам новых жилых и общественных зданий. Но что же мы видим? Очередные безлики, панельки, такие же, как на окраинах. Без силуэта, без архитектуры, без малейшего соответствия построек, значению этой территории для всего Красноярска. Возмущаются и горожане, далекие от архитектурных дел. Элементарно воздуха не будет, людям нечем будет дышать. Здесь и так как бы низменность, да, то есть у нас все газы скапливаются здесь, да, и если мы еще сюда натыкаем этих высоченных зданий, единственная возможность, да, это надо будет по крышам проложить какой-то выход на крыши, да, людям, чтобы просто выходить и по часам, чтобы люди просто выходили подышать. Кислорода банально не будет. Пять лет назад ученые Сибирского федерального университета исследовали влияние высотной застройки на продуваемость города. Цитата. Расчеты показали, что внутри городской застройки ветер ослабевает настолько, что повторяемость штилей вырастает в три раза. Конец цитаты. А штили в Красноярске, как правило, приводят к режиму неблагоприятных метеоусловий. И хотя речь в исследовании шла не о территории завода комбайнов, но, по мнению общественников, многоэтажки сибиряка могут внести вклад в ухудшение экологии города. Горожане опасаются, что движение воздушных потоков здесь изменится, и концентрация вредных веществ может существенно вырасти. Активисты на условиях анонимности рассказали редакции новостей «Прима», что собираются обратиться к президенту, краевым властям и в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться и повлиять на застройку в микрорайоне. В городской администрации застройка сибиряком территории бывшего завода комбайнов нареканий не вызывает. Как заявили официально в департаменте градостроительства, все нюансы, связанные с экологией, транспортным и инженерным обеспечением в этом микрорайоне проработаны. Кажется, то же самое чиновники говорили при строительстве белых роз, микрорайона, который теперь проблемная зона как для города, так и для самих жителей. Припарковаться после восьми вечера невозможно. Беда большая. Ссоры, скандалы. По утрам это очень часто. Если такие кварталы, то дома меньше девятиэтажные, хотя бы не вот как вот эти 20 этажек стоят. Народу очень плотно, поэтому некомфортно. Это не совсем хорошо, когда вот такие высотки стоят понастроены, понаставлены. И, во-первых, развязки транспортные не сделаны. Такие пробки сумасшедшие. Если бы именно делали сначала развязку дорог, а потом бы строили вот этот ужас такой многоэтажки, тогда другой разговор. Меняется роза ветров, меняется погода, меняется влажность, все меняется. В городской администрации говорят, что они пока выдали только пять разрешений на строительство домов высотой 8, 18 и 25 этажей. И хотя проект планировки и межевания территории сибиряк еще не предоставил администрации, это не мешает выдать ему разрешение на строительство жилья, говорят чиновники. Так что выходит, никаких нарушений нет. Все вопросы к застройщику. Как вы думаете, какое наследие будет у вас, учитывая этот объект, театральную площадь и так далее? Как будут говорить о сибирике? Видите, я вам скажу, что каждому не угодишь. Этот дом будет стоять в столе. И все равно народ будет задумывать, его кто-то же строил. Алексей Кривогорницын, Дмитрий Рус, Никита Сигай. Новости Прима. Новые купюры достоинством 100 рублей не выпустят в этом году. Зато появятся другие номиналы. А еще KFC уходит из России, а у местной сети АЗС поменялся хозяин. Подробнее обо всем этом в рубрике «Новости про деньги». Всем привет! Это новости про деньги. Рестораны KFC закроются. А потом откроются под новым старым названием «Ростикс». Ростикс KFC вкуснее не придумаешь. Американский холдинг «Юмбрендс» передаст российский бизнес местному партнеру. А вместе с ним и 70 точек KFC. Привычные нам твистеры, боксмастеры и острые куриные крылья появились под брендом «Ростикс» в начале нулевых. Где-то рядом был и KFC, но 10 лет назад он полностью заместил «Ростикс». Теперь власть переменилась. И вместо полковника Сандерса скоро нас будет встречать веселый петушок. Красноярские заправки «Магнат РД» купила компания, связанная с владельцем сети «Вкусная и точка». Сумма сделки – 200 миллионов рублей. Новый владелец – новокузнецкая компания «Капитал Инвест». Она и еще несколько компаний зарегистрированы на одного и того же собственника – Александра Говара. Это выяснили наши коллеги с портала НГС-24. Не исключено, что на заправках скоро можно будет не только залить бензин, но и купить бургер. А на днях Александр Говар в интервью изданию «Лайв» сказал, что доставки в сети фастфуда не планируются, потому что клиенты могут прийти туда и на своих двоих. Если не за едой, так за бесплатными удобствами. Правда, следом, пресс-служба сети быстрого питания опровергла информацию. Говорят, доставка заработает в конце этого года. Выпуск новой 100-рублевой купюры, похоже, откладывается. Больше половины российских банкоматов не готовы принимать новые купюры. Все потому, что техника, которая распознает деньги, поставлялась из-за рубежа. А теперь она ушла с рынка и больше недоступна. Новые 100-рублевки планировали выпустить в этом году, но из-за технических нюансов это произойдет немного позже. Есть три выхода из ситуации, говорят эксперты. Первый – это перенастроить российские банкоматы. Но сделать это непросто. Второй – закупать оборудование из стран ближнего зарубежья. Или же наладить собственное производство такой техники. Выпуск в итоге хотят перенести на 2024 год. А вот номинал в 10 рублей планируют вернуть в бумажный вид. Более того, есть вероятность, что скоро мы увидим и бумажные пятерки. Российский магазин приложений «Рустор» скачали более 2 миллионов раз. А из самого маркетплейса загружено почти 5 миллионов приложений. Похоже, отечественные разработки набирают популярность. Лидеры по скачиваниям – финансовые приложения. Более 42% загрузок приходится именно на них. Далее идут полезные сервисы для жизни и работы. Они находятся в разделе «Инструменты». Их скачали 11% пользователей. И на третьем месте – категории развлечения и покупки. Напомним, отечественная разработка появилась в мае этого года после запрета оплачивать продукты российскими банковскими картами из Google Play и App Store. Это были все новости про деньги. Смотрите новости «Прима», чтобы не пропустить новые выпуски. Красноярские врачи впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза. Пока делать ее умеет только один доктор в крае. Операция стоит порядка 300 тысяч рублей, но красноярские пациенты могут исправить зрение бесплатно. Кому нужна такая процедура, расскажет Софья Толстопятова. Медленно и кропотливо красноярский хирург заменяет старую роговицу, проводит так называемую кератопластику. Одно неточное движение, и пациент будет видеть мир искаженно. Технология операции примерно такая. Поврежденную роговицу вырезают, а на ее место помещают консервант, то есть прозрачную и здоровую роговицу. Никаких болевых ощущений нет. После операции остаются едва заметные швы, но и их уберут, когда роговица приживется. В подобном вмешательстве нуждаются пациенты с тяжелыми патологиями, травмами и ожогами глаз. Раньше кератопластику проводили за пределами Красноярского края. Как правило, пациенты ждали годами, чтобы попасть на операцию в Москву. Я уже около 20 лет работаю в глазном центре. И последние годы, ну искренне если говорить, то глядя на пациентов, которые ждут очередь и едут за пределы края, хотелось очень им помочь, внедрить эту хирургию у нас. И здесь теперь мы можем помочь нашим пациентам и оказать помощь у нас дома. Мы очень рады этого. Устали, такое приятное волнение. Сегодня нашего хирурга Анну Каданцеву курировал профессор из Москвы. Однако уже завтра она будет работать самостоятельно. Столичный доктор назвал ее работу образцовой. Запись этой операции можно отредактировать, ну любая запись операции редактируется, выложить в интернет и назвать это учебником. Это можно вполне смело демонстрировать на крупных международных конференциях, симпозиумах. Вот как надо это делать. Операция не из дешевых. Работа и новенькая роговица в среднем стоит до 300 тысяч рублей. Красноярские пациенты могут не платить за здоровье глаз. Для этого Краевой Минздрав выделил квоты. Несмотря на то, что проведение таких высокотехнологичных операций достаточно ограничено и требует больших капиталовложений, как в оборудовании, так и в расходные материалы, мы на это идем. Всего в этом году в Красноярском крае пройдет 10 операций по пересадке роговицы. Их будут проводить и дальше. Софья Толстопятова, Дмитрий Руц, Новости Прима. Финансовые планы края на три года обсудили депутаты Заксобрания с губернатором Александром Усом. Сегодня прошло традиционное нулевое чтение бюджета. Планируется, что в 2023 году край заработает свыше 340 миллиардов рублей, а расходы составят более 374 миллиардов. В приоритете остается реализация национальных проектов и социальная поддержка граждан. Речь идет о пособиях, выплатах и повышениях заработной платы бюджетников. Крупный блок бюджета запланирован на развитие. Края это 64 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт учреждений, обновление дорог, инфраструктуры, транспортного парка, а также на реализацию крупных проектов, таких как строительство метро, перона Красноярского аэропорта и Высокогорского моста. Всего в крае за три года построят, отремонтируют и спроектируют порядка 180 социальных объектов. Особое внимание по поручению губернатора края уделяется развитию территорий региона. Вообще говоря, вот курс на такие прорывы территориальные, когда мы берем конкретные города или населенные пункты, муниципалитеты и пытаемся концентрированно заниматься и благоустройством, и реновацией, на мой взгляд, он правильный. Что называется, идем в плановых параметрах, несмотря на всю эту сложную, понятную обстановку бюджет края. Это традиционно, конъюнктурно, очень зависимо от внешних условий. И тем не менее, удается обеспечивать рост по ключевым показателям, так называемому бюджету развития.